сейчас один момент то есть ты никогда не поддерживал зеленского нет это первый вопрос тебе приходилось когда-нибудь в своей жизни давать взятки но был один момент тебе сожгли автомобиль был до такой момент не пытались как-нибудь отжать бизнес по поводу наездов там дабы получать денег были но опять же это со стороны сотрудников правоохранительных органов если как похитили типа пакет на голову без пакета но пришли два оперативника как решился этот вопрос но они пришли ко мне в офис и ее под под руки и незаконно уволокли зачем верховную раду хочешь попасть поживем посмотрим городские власти воруют деньги то есть это мне кумовьев ни одногруппников подтягивать не будет это вопрос к нашей мэрии они знают точно добрый день привет я сразу хочу выяснить мы будем на ты или на вы общаться на ты на ты хорошо нет так даже удобнее как добрались до студии пешком нормально рядом живу отлично с супругой до супруга окей ну что мы готовы да хорошо тогда поехали привет друзья мы продолжаем цикл интервью с кризалеса на который я приглашаю кандидатов в народные депутаты сегодня нас посетил алексей леонидович таймурзин это криворожанин ему 27 лет он занимался бизнесом но пока как он сам мне рассказал перед началом интервью приостановил деятельность давайте узнаем у него подробнее что он может рассказать по этому поводу ну и собственно ответить на все оставшиеся у меня вопросы поехали привет алексей привет как давно живешь крем-роге с рождения когда ты родился ком году 92 и вот все время проживаешь здесь нет я родился здесь возрасте полутора лет меня с моим старшим братом забрали от родителей и мы находились в городе никополь в интернате в детском в детском доме в интернате и вот интерната вынец интерната выпустились мы поступили с ним сюда в суворовской училища в народе ну криворожский военный лицей ну и просто проживаю постоянно в этом городе хорошо чем ты зарабатываешь на жизнь в данный момент предпринимательскую деятельность я приостановил что за предпринимательская деятельность агентство по трудоустройству кого куда трудоустраиваешь наших жителей города и нашего региона ну и страны в целом мы трудоустраивали за границу по контракту официально какие страны польша германия чехия какие вакансиями просто любопытно меня брат собирается в польшу поехать в основном у нас мы в основном и людей устраивает подавляющее большинство у нас поехала работать на судостроительные заводы строить корабли ему это не подойдет он немножко белоручка тебе приходилось когда-нибудь в своей жизни давать взятки но был один момент что за момент расскажи подробнее приходилось давать взятку сегодняшняя уже реформированной полиции дабы забрать свой автомобиль с радио за что забрали пьяный наверное нет я не пью в принципе за рулем так тем более нет это уже было точнее что осталось от моего автомобиля спаленный автомобиль мне чтобы его забрать мне приходилось давать денег чеса же автомобиль был до такой момент год назад год назад что за автомобиль skoda за что сожгли но это вопрос к тем кто сжёг и правоохранительным органам ты не припоминаешь кому мог переехать дорогу на этом автомобиле нет но у меня есть какое-то свое видение и свое мнение на этот счет но как бы я не сотрудник компетентных органов я не могу давать правовую оценку пусть они дают правовую оценку пусть они ищут разбираются в конце концов за это они получают зарплату с наших налогов вот уже прошел год и тебе так и не никаких да никаких спадаю даже типа догадок чтобы что могло бы нет у меня есть свои догадки ну свои догадки жгелу не пришлешь как они любят говорить говоришь бизнесом занимаешься не пытались как-нибудь отжать бизнес я поясню вопрос меня есть друг он депутат в покровском райсовете и он рассказывал о том что одна фирма хотела здесь открыть завод компания хотел открыть завод но они только там начали подготовительные процессы к ним сразу приехали представители одной группировки криминальной сказали вы будете платить нам за то чтобы завод не сгорел потом с другой потом с третьей и не поняли что им 90 процентов нужно отдавать за крышу так сказать не было ли у тебя чего-то подобного подобного с криминалитетом не было как бы потому что мы законопослушные люди я в частности а вот на самом деле на это пофигу нет ну с криминалом у меня не было никогда никаких нюансов потому что я с ним не связан вот и все это банально и просто а вот по поводу наездов там дабы получать денег были но опять же это со стороны сотрудников правоохранительных органов то есть они похлеще криминала ну у них как бы побольше возможностей там в правом поле и они они же как если нету причины они найдут за что вот у меня в никополе была ситуация в офисе в городе никополе мою сотрудницу с офиса незаконно похитили сотрудники полиции уже реформированной ну и доставили ее в город дел города никополя как похитили типа пакет на голову ну и без пакета но пришли два оперативника и домой нет ко мне в офис ко мне в офис у меня документы все в порядке у меня лицензии все все чинчинарем как бы проблем никаких с документами не было но они пришли ко мне в офис и ее под под руки и незаконно уволокли как решился этот вопрос в юридической просто плоскости но конкретнее мне она позвонила смогла мне позвонить я выехал на никополь я находился здесь в городе в родном выехал никополь по пути и вызвал адвокатов юристов своих и мы с боем прорвались в городе вы добились чтобы ее отпустили окей зачем верховную раду хочет попасть это очень такой вопрос обобщенный и тяжелый на него как бы на самом деле длинный ответ можно дать и не хватит нам времени чтобы но вырежем и сам интересно основные основные моменты зачем верховную раду очень просто сегодняшняя власть которая она является у нас в городе сидит клановская власть я имею ввиду устаревшая прогнившая коррумпирована она заполонила наш регион и как бы сосет из него все соки это нужно менять это нужно менять нужно показать им их место а все мы с вами знаем где их место и ты думаешь что получится я буду все для этого делать а какой ты вот политической силе все как с какой политической силы ты себя отождествляешь я скажем так беспартийный человек я самовыдвиженец и я считаю что любая принадлежность партии это безумие многих ради выгоды единиц и каждый человек должен самостоятельно анализировать ту или иную информацию которую ему доносят откуда-либо и чтобы ему не навязывали каких-то идеалов или мнение со стороны поэтому моя вот такая вот позиция ну окей а когда если так случится ты попадешь верховную раду к кому ты пристанешь ближе ну кто тебе ближе там может быть есть все-таки кто там по душе например импонирует ли тебе наш нынешний президент потому что в интернете однажды я нашел что ты подписывал петицию чтобы в пятнадцатом году чтобы назначить его премьер-министром я скажу так вряд ли это подписывал ее я я нет ни одна фамилия спада я тоже читал эту читал эту петицию эта петиция она не находилась на сайте президента украины подписать ту петицию которую ты нашел данные мог использовать любой любой человек мы поэтому то есть ты никогда не поддерживал зеленского нет я как бы солидарен с тем что он сейчас президент я этому как бы отчасти радуюсь искренне как тебе его назначение ну есть определенное значение которое вызывает определенные сомнения такие у всех граждан есть ну вопросы есть как бы в любом случае но давайте откровенно кому вопросов не было по крайней мере к зеленскому меньше вопросов чем ко всем остальным это же элементарно и просто но это пока потому что не был политиком да ну поживем посмотрим будем надеяться там посмотрим ну как бы он декларирует что уйдет если что-то нарушит посмотрим хорошо как семья твоя семья как относится к твоему решению пойти в верховную раду ну то есть пытались может отговаривать отговаривать нет ну были определенные разногласия как бы но я нашел нужный довод и семья на сегодняшний день на этот момент меня поддерживает семья все мои близкие поддерживают и верят а каким вот самым таким веским доводом было ну типа вот ты будешь там жене дорогая я решил идти нет жена у меня очень понимающий человек и она знает мою жизненную ситуацию через что я прошел и поэтому она понимает и она опять же она видит все что происходит и в городе и в стране в регионе в целом и она знает мою философию мое отношение к этому всему и она поддерживает на сегодняшний день как и все в принципе мои близкие друзья а что за философия и поделись но философия у меня очень простая на самом деле все что сейчас происходит или происходило все это время и у нас в регионе в городе в стране в целом дабы не кидаться там громкими какими-то словами и как это любят засидевшиеся устаревшиеся политики или там управленцы или там правители как они себя считают это нужно все менять почему потому что кланы вот эти политические которые существуют все это время на политической арене как и законодательной таки в исполнительной власти это нужно менять почему потому что но не может так происходить уже на протяжении 28 лет одни меняют других как бы и ничего не меняется люди как стоят в образе просящих с вытянутой рукой ходят к чиновникам обивая кабинеты и к местным к нашим и к районным и к властям которые находятся в киеве это нужно в корне менять любой чиновник любого ранга и любого уровня должен понимать что он обычный менеджер нанятый представлять интересы граждан есть в этом философии не больше не меньше да не больше не меньше окей что будет твоим приоритетом в работе депутатом вот попадешь ты в раду на что будешь в первую очередь акцентировать свое внимание первую очередь я буду акцентировать свое внимание на родном городе на городе кривой рог поясню сейчас вот там промежуток времени определенный там определенные там политические представители политические цирки как они себя считают проводят там определенные манипуляции там с детскими площадками с прочей вот этой ерундой она конечно все красиво на картинке все парик красиво звучит но тут надо разобраться поподробнее все это замечательно и нужное дело вопросов нет делают нужное дело но первый момент давайте не забывать что это делают они за бюджетные деньги и налоги которые мы с вами платим это первый вопрос первый момент второй момент площадки это замечательно здорово но они забывают про экологию нашего города до площадки не будет никому дело не что не будет дело не будет здоровья детям и людям на них играть на них присутствовать если экологическую ситуацию в городе не исправить потому что экологическая ситуация она очень близко к катастрофической короче на есть приоритет основной приоритет бороться за экологию за экологию да нет приоритетов много основной 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 это не допустить экологической катастрофы в городе а как такое не решение допускать есть идеи идея есть моя мы ну я и команда мы работаем над этим лайки ставим на канал подписываем ищешь новый iphone быть может новый iphone нужен вам планируете замену покупку макбука ipad earpods или что-нибудь из техники apple apple за 100 есть все приходите на бульвар вечернего 33 и вы убедитесь в этом ваучи более того чехлы пленки стекла зеркала да все что вам собственно говоря нужно и есть в apple z store я лично рекомендую магазин потому что не раз покупал там телефоны приходите вам понравится округ как собираешься развивать свой округ ну начнем с того что я не буду с со своими избирателями общаться с бордов на протяжении всей каденции как это делали предыдущие все депутаты которые представляли этот округ потому что я живу в этом же округе ну то есть мы их видели только на бордах на каких-то там мифических мероприятиях они никогда не общались с людьми и они не знают проблемы обычных граждан мои проблемы твои проблемы всех граждан они не знают и не понимают эти проблемы я же эти проблемы знаю почему потому что сталкиваюсь с ними ежедневно в моем доме много пенсионеров я с ними общаюсь мы в очень дружеских отношениях и я понимаю что нужно людям и пенсионерам и молодежи сейчас но не то чтобы чиновник с бордов с ними общался и не присутствовал не участвовал скажем так и в развитии в жизни своего города округа неважно в целом не участвовал в их жизни люди хотят видеть и чтобы перед ними отчитывались показали показывали работу площадке это такое это не самое необходимое а что на сегодняшний день что самого ну кроме экологии что самое что еще нужно города дороги дороги как и всеукраинского масштаба там между городами такие конкретно в городе их ремонтируют через полгода они выходят скажем так со своего надлежащего состояния как думаешь из-за чего это происходит воруют деньги воруют деньги экономят на материалах но воруде не за совершенно городские власти воруде банальной будущее народным депутатам ты сможешь повлиять на городские власти чтобы они не воровали деньги или на мы сможем и мы сможем с гражданами это контролировать чтобы они не воровали чтобы не допускать их да вот сейчас у нас монополист по ремонту дорог весто шляха будет эта компания мы знаем что эта компания хорошо объясню для зрителей может озвучить эта компания это компания бывшего мэра любоненко вместе с одесситом да они выигрывают большинство подрядов я еще когда журналистом работал один кэр приезжала с был провела аудит и выяснилось что из 250 миллионов 50 просто тупо вернулись в мэрию откатами на оставшиеся 200 не там что-то где-то как-то делали ну как мы видим если через полгода вновь ямы на дорогах то грубо говоря как-то вот у меня к тебе вопрос как кандидат я сейчас просто небольшую ремарку на твой этот скажем так вопрос а все это происходит почему потому что во всех и местных структурах там и областных сидят все замазаны люди которые друг друг другу руки жмут которые там рады чаются все они с одной политической скажем так с одного политического клана поэтому тут ничего и в силовых структурах и в местных и в органах власти исполнительно это все же как бы все и так понятно но ты когда станешь депутатом будешь мы будем с этим бороться то есть ты там ни кумовьев ни одногруппников подтягивать не буду нет у меня нет цели как-то наживаться зарабатывать как бы но у меня нет такой цели я живу я живому говорю у меня немножко другая философия и жизненная позиция и если вы там отследите мой путь там с моего рождения вы поймете как бы что у меня немножко другие взгляды на это все и я воспитывался немножко другой среде а есть где-нибудь ты публиковал свою биографию ездить минут кроме того что на сайте цик ознакомь меня брал степаненко такой известный журналист в городе очень известный журналист городе степаненко брал интервью я думаю он опубликует интервью со мной мою автобиографию в этом не не буду я думаю ближайшее время он это сделает окей будешь ли ты если попадешь в раду голосовать за снятие неприкосновенность однозначно раз к однозначно чего но она не нужна зачем мне нечего лоббировать и ничего интересного беру я не собираю подожди интересы криворожан не но и это в законном я имею в законном как бы поле дал интересы граждан лоббировать будут естественно но это как бы не будет поводом для того чтобы меня преследовали правоохранителя то есть как бы мне нечего бояться лоббировать интересами бизнеса там или своих какого-то близкого окружения их бизнеса не да их не я не буду полагировать поэтому она не нужна она нужна только тем кто боится окей как ты считаешь кто твой самый основной конкурент на округе я чуть перефразирую твой вопрос не мой конкурент конкурент всего нашего города и моего округа в целом это сегодняшняя власть сегодняшняя власть в городе ну то есть кто являются текущим те кто является текущим ну и мэр текущими представителями в горсоветах и в райсоветах и те которые народные депутаты этих округов это непосредственно это конкуренты всего нашего города я бы сказал даже не конкуренты враги вот и все и как нужно поступать с врагами указать им их место и дать понять что их время прошло и люди могут бороться и будут бороться за справедливость а знаете неважно какая погода за окном в лама рум вы всегда найдете уют и приятную атмосферу более 100 видов кальянов и множество напитков с друзьями один или с любимой здесь всегда приятная атмосфера приходить гагарина 14 поздравляю тебя на этом мы прошли основной блок вопросов и сейчас перейдем к блицу я задаю вопрос ты коротко ну грубо говоря не думая отвечаешь сейчас один момент чей крым украинец наш с кем воюют в истории украины от 1 до 100 на сколько море кривого рога коррумпирована шкала маленькая думаю на все сто процентов на все тысячу процентов она коррумпирована каком году началась вторая мировая тридцать девятом каком году основали кривый рог 1775 в чем лучше получать откаты в гривнах или в долларах это вопрос к нашей мэрии они знают точно какой объем бюджета в кривом роге 7 и 4 миллиарда гривен кто второй президент украины кучма кому принадлежит власть стране народу нам с вами ну и последний вопрос кого бы ты хотел пригласить на интервью на свое место чтобы я с ним пообщался гальченко очень хочу чтобы ты пригласил гальченко у меня к нему тоже есть ряд вопросов от себя лично и от горожан нашего города жители нашего города ну ладно андрей гальченко если вы это смотрите милости прошу к нашему шалашу вопросы составим пообщаемся если вам есть что ответить алексею таймурзину и всем нам я с радостью запишу ваши ответы и после поделюсь с ними на своем канале ему есть что скрывать есть чего бояться думаешь не придет будем надеяться что придет в любом случае welcome ну что ж алексей на этом все спасибо огромное за то что пришел надеюсь не было сложно но спасибо ну что друзья я думаю на этом мы можем заканчивать это уже у нас второй выпуск очень скоро будет 3 у нас есть еще один кандидат в народные депутаты кто хочет отдать интервью рассказать свое видение на то как нужно решать проблемы криворожан если у вас есть вопросы какие-то которые вы считаете что следовало бы задать а быть может вы знаете кого нужно пригласить обязательно пишите в комментарии ставьте лайки и распространите это видео как можно шире для того чтобы другие избиратели также познакомились с кандидатами в депутаты спасибо и пока